Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаево-Черкесия». События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Эпидемиологическая ситуация в республике сложная. Продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Коечный фонд увеличили до 2265 коек. Получить необходимые государственные услуги тут же привиться. В Черкесске на базе многофункционального центра по улице Космонавтов 102 открылся дополнительный пункт вакцинации. Даже вне пешеходных переходов водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью. А вот знает ли об этом пункте правил дорожного движения водителя? Музыка погонений бацинья Чайковского звучала на сцене республиканской филармонии. Почти два часа любители классической музыки наслаждались виртуозной игрой на скрипке Матвея Плюмина. Число заболевших COVID-19 в стране превысил прошлогодний пик. Устойчивый рост заболеваемости коронавирусом наблюдается уже месяц, отметили в Минздраве России. В нашем регионе также цифры увеличиваются. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 27 095 человек. Из них 23 634 выздоровели, 1058 человек сегодня госпитализированы. С ростом больных коечных фонд в Карачаево-Черкесии увеличили до 1265 коек. За последнюю неделю в ковид-госпитале республики госпитализировали максимальное количество человек с начала пандемии, сообщают в оперштабе. 50 новых коек откроют в госпитале Северный, 30 на базе Карачаевской больницы и 20 коек в Уджигуте. За последний месяц в разы увеличилась нагрузка на систему здравоохранения, говорит главный врач городской клинической больницы Черкесской Альбина Слонокова. Специалисты отмечают, что сезонные респираторно-вирусные инфекции, в том числе грипп, создают риски для пациентов с разными хроническими заболеваниями. Отсюда и количество тяжелых и летальных случаев. На сегодняшний день всего лишь 16% коек остаются свободными. Какова эпидемиологическая ситуация глазами врачей из красной зоны? Тяжело ли болеют вакцинированные, рассказала Альбина Слонокова. Ситуация схожа, видимо, с июнем прошлого года, когда была особенно напряженная ситуация, когда были открыты уже все госпиталя и в то же время были проблемы уже с госпитализациями. Но на пациентов стало уходить больше так называемых генно-инженерных биологических препаратов. Население знает эти слова. Актемра, артлегия. Потому что инфекция тяжелее течет. Она быстрее развивается. То есть вирус, репликация происходит более стремительно. За счет этого от начала заражения до утяжеления мало времени. Ну, пять суток. И уже больной может оказаться с 50-60%. Это уже, конечно, даже не просьба врачей, это крик врачей. Это требование врачей привиться. Потому что на такое количество заболевших не хватит никаких коек и никакого кислорода, уважаемые сограждане. Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всех российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельной категории граждан. В Черкесске на базе многофункционального центра по улице Космонавтов 102 открылся дополнительный пункт вакцинации. По словам медработников, это позволит горожанам не только получить необходимые государственные услуги, но и сразу привиться. В новом пункте сегодня побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Из-за увеличения темпа вакцинации среди населения стало необходимым открытие дополнительного пункта, где каждый может привиться от новой коронавирусной инфекции, отмечают медработники. Как известно, многофункциональный центр приходит жители, чтобы получить необходимую государственную услугу. Директор МФЦ по Черкесску Светлана Байчорова подчеркнула, что подобные центры дают возможность каждому желающему жителю республиканской столицы сделать прививку. Я думаю, что это правильное решение, потому что сюда люди приходят и пенсионеры, и многодетные, и просто рабочие люди, работающие, которые прибегают, отпрашиваются на какие-то час-полтора, чтобы получить какую-то услугу. При этом все наши заявители знают, что сюда надо приходить с паспортом, со СНИЛСом, чтобы получить какую-то определенную услугу, государственную или муниципальную. Это уже удобно для того, чтобы сразу же пройти, практически человек может параллельно пройти вакцинацию, потому что он уже при себе имеет определенное количество документов, которые необходимы для вакцинации. Перед тем, как вакцинироваться, пациенту измеряют давление и узнают о том, есть ли какие-нибудь противопоказания, после чего можно смело прививаться. В этом дополнительном пункте доступны отечественные вакцины «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Спутник Лайт». Все желающие могут пройти вакцинацию в данном пункте. Можно одноразовой вакциной «Спутник Лайт», можно двукратно «Спутник Ви» и «Эпивак Корона» с интервалом три недели. Для этого необходимо иметь паспорт, СНИЛС и присутствие самого пациента. Не быть в контакте с инфекционными больными, не иметь контакта с другими пациентами инфекционными и на данный момент не быть больным. Кому необходима ревакцинация, также могут обратиться в этот дополнительный пункт по улице Космонавтов 102. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашбоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночи минус 1, минус 6. В горах до 11 градусов мороза, днём до 15 тепла и местами 4-9. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночи минус 2, минус 4, а днём 12-14 градусов тепла. Это Большие Вести в прямом эфире. Мы продолжаем. Черкесские Всероссийское общество слепых, представители Народного фронта и ГИБДД провели акцию «Белая трость». Внимание, слепые пешеходы! Автовладельцам разъяснили, что человека, переходящего дорогу с поднятой белой тростью, нужно пропустить в любом месте, не только на переходах. Подробнее в репортаже Карчибиджиева. Белая трость является международным символом недуга определённой части граждан. Необходимо учитывать, что слепой пешеход, не дождавшись помощи, может ошибиться с выбором места для перехода проезжей части. И это может привлечь за собой необратимые последствия. А вообще я хожу с сопровождающим. Вот поэтому всё-таки глаза – это глаза, потому что посмотрели. И трость – это трость. Вот сейчас я хочу посмотреть, как водители реагируют на трость. В акции «Белая трость» участвовали инвалиды по зрению. Под надзором сотрудников ГИБДД люди с ограниченной физической возможностью с тростью должны были пройти определённый маршрут. Участники оценивали реакцию водителей на то, как они поступят в подобной ситуации. Работники ДТС, останавливая владельцев транспортных средств, раздавали памятки, информируя о пункте ПДД, гласящим, что во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью. Сотрудники ГИБДД обратились к водителям транспортных средств в просьбу не оставаться равнодушными к проблемам людей ограниченными возможностями и напомнили о том, что таким людям намного сложнее ориентироваться на дороге. От лица общественной КЧР ВОЗ я хочу очень поблагодарить водителей, участвующих в акции, за их дисциплинированность. Кто знал этот пункт? По словам Светланы Харольской, помощника руководителя общества слепых, нужно обратить внимание на проблемы незрячих людей. А данная акция нацелена на это. Специальный тротуар и звуковые светофоры немного облегчают жизнь. Но их очень мало. И это не всё. Многое зависит от людей за рулём. Ведь от внимания окружающих, заботы и осторожности на кону жизнь слепого пешехода. Я с уверенностью могу сказать, 99,9% водителей не знают данного пункта, 14.5, правил дорожного движения. Акция очень актуальна и она должна проходить почаще, чтобы привлекать внимание с помощью средств массовой информации. Сейчас пропускали, потому что ГИБДД, мигалки, общественные организации, СМИ. И водитель обращает на это внимание, но не обращал внимания на белую трость. А сигналом является поднятая вверх белая трость. Это акция напоминания общества о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями. О помощи, солидарности. Белая трость – это не только символ незрячих людей. Это их инструмент, их глаза. Карча Биджиев, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Очарование скрипки. В Черкесске впервые прошел концерт одного из ярких и талантливых скрипачей, виртуозов страны Матвея Блюмина. Победитель более 20 международных конкурсов почти два часа дарил зрителям Республиканской филармонии музыку Паганини и его последователей. На концерте побывала Шерифат Лепшокова. Посвящение Паганини. Так был назван этот концерт и не случайно. 17-летний виртуоз признается, композитор эпохи позднего барокко – один из любимых. Поэтому играть его всегда в удовольствие. Матвей – победитель множества конкурсов, среди которых «Синяя птица», «Щелкунчик», а также обладатель гран-при по сточине, лауреат международных конкурсов имени Когана и Ауэра. Выступая на лучших площадках Москвы и Санкт-Петербурга, он посещает и другие города страны, даря волшебные минуты любителям классической музыки. И вообще Паганини я играю часто и люблю тоже, потому что это всегда эффектно, это всегда рост для музыканта, это всегда приятно. Есть любимые произведения, которые сегодня будут звучать. И всегда приятно, когда в концерте есть любимые, есть те, которые… Нельзя сказать, что есть какие-то нелюбимые произведения, потому что все равно, если я их играю, то я их люблю. Нельзя играть и не любить. Уроженец Севастополя последние шесть лет учится в мастерской скрипичного искусства в Москве у педагогов Марии и Федора Белукиных. Его приезд состоялся в рамках турне с посещением 17 городов. Первый концерт прошел в Москве в сентябре. К радости всех любителей скрипичного искусства нашей республики, Черкесск также был включен в список этих городов. Концерт называется «Посвящение Паганини», поэтому тема будет про Паганини и вокруг Паганини. Дело в том, что его персона настолько, конечно, возвышается в истории скрипичного и спальнического искусства, что, конечно, очень много что есть сыграть и самого Паганини, и композиторов, на которых творчество и скрипичное, и композиторское произвело большое впечатление. На концерте звучала музыка Паганини, Виталия, Антонио Басыни, Чайковского. В этом году в республике это уже четвертое крупное событие в сфере классической музыки. Ранее у нас побывали два симфонических оркестра. Прошел мастер-класс оперной певицы Любови Казарновской. И вот теперь еще один подарок сделал один из ярких скрипачей страны. Важно, чтобы такие мероприятия посещала и молодежь. Для этого мы активнее внедряем Пушкинскую карту. Но сегодня еще не все концерты могут по ней работать. Например, вот этот концерт, поскольку он организован частной компанией, а не государственным учреждением, он не попал под Пушкинскую карту, к сожалению. Мы сейчас зайдем большую работу, чтобы все мероприятия, которые проходят в Карчаево-Черкесии, можно было посетить нашей молодежи по Пушкинской карте. Но даже то, что в абсолютно коммерческих, рыночных условиях к нам решили ехать артисты российского, международного уровня, говорит о том, что Карчаево-Черкесия снова появилась на карте продюсеров, на карте людей, которые организовывают такие турне. Шерифет Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаево-Черкесия. Таким был вторник в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас две новые серии детективного фильма «Медиум». Приятного просмотра и ждите вестей. Субтитры подогнал «Симон»!